спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы 16 октября в северной столице состоялся забег арена марафон организованный командой пушкин ран мы уже неоднократно рассказывали об этой серии в предыдущих выпусках так что обязательно посмотрите их но возвращаемся к ней снова и снова поскольку марафоны проходят почти круглый год за последние сезоны петербург несмотря на свою традиционно сложную погоду стал настоящим центром этого спорта внутри россии настоящих бегунов лужи не пугают только раздражают маршрут арена марафона в очередной раз проходил мимо газпром арены через грибной канал и яхтенный мост до лахта центра а потом в обратную сторону в домашней арене футбольного зенита собственно именно в честь арены забег и назвали стоит понимать что это место раз за разом выбирают для марафонов не просто так и не из нежелания искать новые локации просто в современном центре питера созданы все условия для бегунов и здесь нет необходимости проводить дополнительную подготовку местности да и процедура перекрытия трассы уже отработано добивайтесь благоустройства и максимума спортивных мероприятий в вашем районе и у вас тоже будут марафоны круглый год прямо как у газпром арены когда мы говорим марафон мы имеем в виду не только классическую дистанцию в 42 и 2 километра доступную лишь прекрасно подготовленным людям настоящим фанатам бега в рамках любого марафона проходят короткие и ультра короткие дистанции например программа арена марафона началась с бега на пять километров всего на один круг первый финишер руслан хафизов осилил эту дистанцию за 16 минут и 6 секунд далее были 10 километровки полу марафоны или собственно настоящий марафон многие считают что такие забеги слишком дорогие и вообще чисто коммерческие предприятия но в рамках арена марафона участники старше 70 лет допускались бесплатно а участникам моложе 20 предоставлялась скидка 25 процентов интересный момент на медалях финишеров было чеканен 2021 год да это награда ждала своих владельцев 12 месяцев в прошлом коронавирусном сезоне старт пришлось отменить следуя примеру крупнейших мировых событий а это не только олимпийские игры в токио 2020 но и тот же токийский марафон 2021 никаких изменений в саму медаль делать не стали а вот на лентах отобразили актуальную дату выглядит забавно и далеко не все участники поняли ситуацию и приняли такое сочетание но зато со временем именно такие нестандартные значки отличия становятся самыми дорогими и уходят с аукционов в петербурге тем временем дуют холодные ветра наступает зимний сезон и программа летних марафонов окончательно закрывается однако они еще вернутся в следующем году в сентябре например среди прочего состоится юбилейный марафон пушкин петербург ему исполнится ровно сто лет у петербургского бега большая история и в вашей власти сделать ее еще богаче и и и Субтитры сделал DimaTorzok